всем огромный привет всем привет сегодня мы будем готовить очень вкусное блюдо под названием казан кебаб в казане на костре из чего мы будем готовить это блюдо это 2 килограмма мяса антрикот 2 килограмма картошки 2 перчика 2 лука для украшения по специи специи на свое усмотрение это паприка это смесь перцев чеснок и соль и литр масла нужен разжигаем огонь маруся и тимоша этим обалом а где тима вагон и тима огонь разожгли сейчас будем готовить ставим уважаемый казан вагон 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 так как мы будем готовить во фритюре нам лишняя влага не нужно перекладываем картошку и надо ее нам будет просушить так вот так берем полотенчиками бумажными влагу убираем лишняя влага не нужно на улице и так сыра нам сырая картошка не нужно наливаем масло так как мы готовим во фритюре масло нам нужно много так что вход пойдет вся бутылка шумовочкой подсмазываем стенки казана аккуратненько блюдо очень простое даже ребенок сможет сделать но так как здесь масло лучше детей сюда не пускай жена по замерзла и ставил заказана по грейся тут очень жарко так берем берем лук и будем проверять сейчас масло подогрелось не подогрелось пузыри пошли значит масло уже нагрелось добавляем картофель надо на сильном огне на максимальном чтобы она у нас не варилась а прям запечаталась добавлять будем понемногу обжаривать будем двумя партиями так как он готовится во фритюре должен быть максимально вообще прям на максимум чтобы у нас картошечка была золотистая красивая картошка внутри еще будет сыроватая она еще будет доходить потом с мясом так что сейчас нам надо только то чтобы она запечатала обжариваем около пяти десяти минут была золотистая корочка на улице пошел дождь поэтому нам пришлось зайти под навес так обычно мы конечно под навесом только кушаем так пришлось под навесом картошка приняла уже свой цвет запечаталась под золотилась а дыма ведь слезы отчасти хочу поблагодарить дениса и его канал сения в деле очень много у него на канале делал казани готовит и всего остального вот идет вторая партия с ней делаем тоже самое запечатываем и потом будешь доготавливать картошечка будет золотистая красивая картофель запечатываем за дровами смотрим обязательно если что подкидываем так их много потому что огонь должен быть максимальный максимальный ягода готовлю тут соседи вокруг них от запахов просто умирать готовил блюдо и правда не помню какое же нашла сработать запах стоял от начала улиц все вторая партия уже готова красиво выглядит вкусно пахнет но это она еще не готова раньше будет доходить у нас далее ход идет мясо будем несколькими партиями сделать потому что мясо тоже должно запечататься огонь на максимум мясо с одной стороны запечатала сейчас перевернули еще пару минуточек и вытаскиваем потому что нам готовить сильно не надо нам только запечатать мясо запечаталось выкладываем кусочки какие красивые посмотрите от пахнет красота запечатаны золотистые жену бы не припалить а то она мне этим блюдом отдаст вот идет вторая партия картошку солим перчим чуть-чуть не можно побольше любит перчить может побольше перчить немного паприки посыпаем для вкуса и чеснока для запаха для вкуса сухого покажу как надо брать больше побольше побольше чтобы она все там между собой перемешалась пересталилась вторая партия запечаталась вытаснул красиво поджались запах просто я не могу вам передать это в камеру но это очень вкусно и пахнет и выглядит вот идет вторая партия и крайне на работе на пол и бедные соседей просто бедные соседей когда я много готовлю когда много мне соседей достает когда мало только к себе переворачиваю мясо на другую сторону одна сторона под запечатала вот это масло брызжит пахнет вкусно мясо очень красивое друзья всем советую этот рецепт его даже можно делать не только в казане очередная партия мяса уже готова уже запечаталась выкладываем очень вкусно и аппетитно всем советую приготовить это блюдо так столько масла нам не надо так что мы выливаем его нам оставить вообще чуть-чуть можно далее мы солим мясо в каждый кусочек перчим по чуть-чуть переворачиваем кусочки конечно чуть-чуть чесночка чуть-чуть всех приправ по чуть-чуть паприки немножко паприка закончилась переворачиваем каждый кусочек переворачиваем и делаем то же самое чтоб у нас со всех сторон было вкусно солим перчим каждый кусочек чтоб все кусочки получили свою дозу заметь перчатана потом ко мне претензий нет берем картошечку потихонечку высыпаем в казан огонь ставим на средний распределяем картошечку по всему казану аккуратненько она у нас не попортилась укладываем ребра аккуратненько красивенько картошки можно было кстати больше я люблю картошки но на любителях добавляем немножко воды грамм 200 250 нам надо чтоб сейчас все это тушилось накрываем крышечкой и час сюда не заглядываем ну если получится нарезаем для украшения блюда перчик болгарский кружочками все для украшения делаем красота перчик так следом пошел красный перчик лучок тоже нарезаем кружочками а лучок то злой ребят лук злой ныля начинает плакать пошел белый лучок уже для красоты все это будем украшать блюдо у меня сегодня столько помощников я бы один точек не справился бы на улице дождь пошел еще сильнее ростов что-то погода сегодня не радует вообще сегодня у нас 4 декабря и у нас плюс 10 да где-то уже снег во все у нас плюс 10 ну дождик но ничего страшного терпимо прошло уже около 30 минут сейчас посмотрим что у нас в казане ой какая красота какая красота запах просто сумасшедший попробуем картошку ребят пробуем картошечку на вкус вкусно нет и на готовность вкусно но еще минут 10-15 еще подождем до 10-15 минут ждем ну что ребят красота очень вкусно выглядит выглядит вкусно и красиво сейчас будем все доставать да сейчас будем доставать все и пойдем пробовать не сначала украсим это все дело прошло около часа уже ах как пахнет какая красота картошечка мясо готово уже попробовали ну выкладываю ой мы вкусненько будем сегодня обедать все начинаем украшать наше блюдо лучок ложек синенький беленький как говорил у меня один избекский друг главное чтобы подача была красивая вот такая красота получилась очень красивая очень вкусная очень сытная спасибо за прекрасный обед мы любим муж я очень люблю когда ты готовишь спасибо пожалуйста пожелайте нам приятного аппетита а мы пойдем обедать друзья всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал живи в радости не забывайте смотреть следующие видео нажимайте колокольчик чтобы их не пропустить следующие видео всем огромное спасибо до свидания ждем вас снова у нас на канале до новых встреч до новых встреч